20 лет вместе под таким лозунгом организаторы фестиваля решили собрать в этом году его участников. Ими, как можно догадаться, стали те труппы и театры, кто все 20 лет был с фестивалем вместе. За эти годы в Брянске побывали около 70 коллективов из более чем 30 городов России, Белоруссии и Украины. За все время на сцене Брянского театра драмы было сыграно почти две сотни спектаклей. Кстати, персонажей в те или иные годы, отмеченных в главных конкурсных номинациях, организаторы решили пригласить на юбилей славянских театральных встреч и даже устроили театральным героям настоящий парад. В этом году, по словам директора Брянского драмтеатра, публику ждет не менее красочная репертуарная палитра. Здесь и классические произведения, здесь и музыкальные произведения. И на наш фестиваль впервые приехал и театр «Кукол из Калуги». То есть для детей мы охватываем, и детская аудитория тоже будет участвовать в этом фестивале. Среди новичков и Одесский драматический театр. Уже на закрытии фестиваля он покажет брянцам историю любви легендарного актера Александра Вертинского и звезды немого кино Веры Холодной в спектакле «Сумерки богов». Своим участием почти 20 лет спустя порадует и Брестский академический театр. Он привезет театральную версию до сих пор будоражущего умы и настроения молодежи романа американского писателя Селлинджера «Над пропастью воржи». А вот Московский театр имени Ермоловой в Брянске частый гость. В одном только фестивале, не считая гастролей, он участвовал пять раз. Вот и в этом году его художественный руководитель, народный артист СССР Владимир Андреев приехал за день Добрянской премьеры. Он и она, и между ними километры телефонных проводов. Они невидимки. Одноименную пьесу Леонида Зорина, кстати, посвященную ему самому, Владимир Андреев сыграет с единственной партнершей на сцене. И снова, как и всякий раз, я выйду на подмостки и буду ощущать волнение, которое начнет меня мучить уже с утра. И буду ждать встречи. А может и встречи следующие. Спасибо фестивалю. Спасибо Брянску. Спасибо вам. Ну а право открыть 20-й фестиваль славянской театральной встречи Брянска ставил за собой комедии нравов «Кричинский». Спектакль стал дебютной работой режиссера Бориса Горбачевского в Брянске. Подумал, что здесь, этому зрителю, этому городу, этой Брянщине, этим географическим истоком, как раз, мне кажется, будет интересна история именно Сухого Кобылина, потому что он плотно созвучен с темой Алексея Константиновича Толстого. Все его пьесы, они настолько же глубоки, как и у нашего земляка великого. По мнению режиссера, «Кричинский» поможет зрителю найти ответы на многие мучившие его вопросы. А у самой труппы и постановщика о комедии было немало вопросов в ходе репетиций. Чего только стоят костюмы, их было сшито около четырех десятков, и декорации, выполненные заслуженным художником России Борисом Лысиковым. Существенные изменения претерпел и текст классика. Борис Горбачевский позволил себе изменить и название пьесы, убрав слово «Свадьба» и жанр, превратив спектакль в комедию нравов. Продолжительными были и репетиции с актерами. В постановке занято 24 артиста, почти половина труппы. Эта труппа, она тяготеет к модели театра психологического, русского, репертуарного. И именно это направление они очень достаточно хорошо знают и хорошо могут работать в этом направлении. И действительно, работая с ними, было легко работать, потому что они понимали все эти глубины, потому что они имеют к этому артиста прямое отношение. В общей сложности на фестивальной неделе брянскую публику ждет встреча с полутора десятками театров и с таким же количеством спектаклей. Впервые за всю историю фестиваль выйдет за рамки Брянска. В этом году театральными площадками станут Дядькова, Карачев и Сельцо. В честь юбилейной встречи друзей на этот раз организаторы решили никому не присуждать премий. Все коллективы получат дипломы за участие, памятные призы и подарки. Александр Новиков, Елена Бочкарева, Дмитрий Комаров. События. Брянск.